А вы про что имеете ввиду? Да губы не кривые, успокойтесь, они нормальные. Здесь у меня одинаковое везде количество. А еще, кстати, плюс фильтр добавляет. Мне уже из того, что мне пишут в соцсетях про эти губы, вы не поверите, старший брат, которому уже 40 лет, впервые в жизни пишет мне, что у тебя с губами. Типа пришли мне фото, я говорю, да у меня нормально все. Я думаю, что это такое? Ну, как бы меня никогда никто не контролировал в семье, я всегда делаю все, что хочу. У меня очень жесткий характер по отношению ко всем. И они у меня такие мягкие, а тут у меня старший брат решил дать ЦУ. Но, конечно, не очень она получилась, но да ладно. Ты очень красивая, спасибо. Аня, давай увидимся в караоке, пойдем. Аня, меня зовут Яна. А, кстати, еще, знаете, мне так понравилось, когда она говорит, привет, я Аня. Блин, я тебя не спрашивала, мне сейчас все равно, как тебя зовут. Я не собираюсь с тобой дружить, ты меня никто и звать тебя никак. Так, так что, я знаете, куда сейчас еду? Ну, сейчас я еду, короче, с Аленкой Рапунцель. Встретимся на маникюре и педикюре. Вот. Ну, сейчас буду поворачиваться как раз. Мы с ней готовимся к отпуску, потому что в пятницу мы с ней улетаем. Кем ты красиво ведешь себя? Так, дама в возрасте. Я, кстати, не считаю себя дамой в возрасте, я считаю себя маленьким еще ребенком. Вот. Слушайте, а где... Я не говорю, вы очень странные, я же не говорю, что я красиво себя веду. Нет, не красиво. Я иногда себя веду неженственно, да, не отрицаю, но при этом я предупреждаю же людей, что я никому не позволю с собой такое общение. Нет. И еще раз нет. Тем более за год нахождения на проекте, мне кажется, все знают, как я себя веду. Чтобы мне кто-то так что-то говорил, ну, как бы, нужны весомые аргументы. Весомых аргументов я не услышала. Только от того, что я услышала, как обиженная женщина прыгала возле меня и вот этот хвост завязывала за мной. А я просто решила сесть комфортненько для себя. Ну, как бы, я была на релаксе. Я понимала, что у нее не хватит силенок вывести меня на ту волну, которой ей хотелось. Зачем? Зато я ей показала, как это... Так. Господи, заткнись про губы свои, на свои посмотрите. Кстати, я тоже не понимаю. Что с Максом? С Максом что? Мы общаемся. Когда я разносила его в интернете, я его разнесла по телефону. И потом на следующий день, после ЧГЭПа, в воскресенье, что ли, или в понедельник. Какой день, какой день? Короче, знаете, я не понимаю, что он хочет, не понимаю, потому что он мне пишет, типа, не злись, еще что-то. Но для меня не злиться, ну, как бы, это все зависит от человека. Если ты что-то говоришь, ну, как бы, а потом, как ни в чем не бывало, пишешь мне, то это очень странно. Либо ты придерживаешься одной какой-то политики, либо вообще не давай никакие интервью, если не можешь корректно разговаривать. Ну, короче, не знаю. Я с ним общаюсь, но пока... Так. После определенного его интервью начало с холодом общаться. Любой интерес к человеку рано или поздно может пропасть. А у меня такое, если, как бы, еще не подогревать этим всем, то... Короче, я поняла, меня таксисты не хотят пропускать. Нос твой идеальный, ты что говоришь? Господи, как вы думаете, здесь есть, короче, этот, камера? Или менты? Да нету никого. Короче, я вот так проеду, мне плевать. Меня бесит машина, которая не пропускает. Видит же, что я влезла уже. Так, короче, шоу бомба, жизнь бомба. 9 числа мы улетаем с Аленой. Будем 10 дней релаксировать. Все тут так красивые. А на самом деле обезьян. Да ладно, успокойтесь, я честно, я не обращаю внимания на тех, кто меня оскорбляет. Мне вообще плевать. Потому что я знаю, что я, кто я и насколько я себя сильно люблю. Вот. Так. Мне надо перестроиться. Потому что я еду... Знаете, я переехала в такую красивую квартиру. Но проблемы там есть с парковкой, с огромнейшей парковкой вокруг дома, когда ты приезжаешь, а там нету ни одного свободного места. Кем была Наташа и Таня до шоу Бородина против Бузовой? Честно говоря, я не знаю. По-моему, Таня работала на одном из других каналов. Я не знаю. Не знаю. Не могу врать. Не хочу врать. Поэтому. У вас с Миленой была дружба. Что вдруг случилось? Мне, кстати, вот это интересный очень вопрос. Знаете, почему? После того, как она ушла с проекта, я первое время ее поддерживала, а потом у нас вышло недопонимание. Но это недопонимание решилось. Я нормально, короче, к Милене отношусь, но некоторое ее поведение мне непонятно, честно. Вот прям на максималках непонятно. Подождите секундочку. Мне реально, короче, непонятно ее поведение. Даже объясню, почему. Вот я вчера, короче, проснулась, да. Я смотрела... Я думала, что вчера вторник. Правду говорю. Я поэтому включила, короче, телевизор и смотрю, как сидит Милена, как сидит Голд, как сидит Ебаров. И, ну, как бы, проходится по Алене. Сказали, что я там какая-то вруша. И у меня вопрос. Как бы, в таком случае, если вы такие все прекрасные, обсуждаете Алену за спиной, говорите, что мы такие хреновые. Когда в пятницу мы приходим на шоу, тогда зачем вы уходите? Вы же так смело ее обсуждаете. Не понимаю. Ну, и есть моменты, которые там вообще мне непонятно. Потому что в пятницу, честно, могу сказать, что я не собиралась идти на шоу, пока в четверг мы не пошли на вот это открытие караоке, по-моему. Вот. И, ну, как бы, я увидела очень странную историю у Милены. И мне она была непонятна. Я ей ответила, где сказала, чтобы она не переходила грани, потому что это уже все, перебор. На что она мне отвечает, как бы, что хочет, то и делает. Я говорю, это вранье, то, что ты сейчас пишешь. И я знаю, что это вранье. Ну, как бы, знаете, из этого вышел очень некрасивый такой диалог, где я уже говорю, что мне уже неинтересно, не хочу разговаривать. То есть, как бы, там уже и Брянская в этом диалоге, Кахно подъехала, там мальчик подъехал, с которым был весь этот сыр-бор. Я, ну, как бы, я ничего не приукрашивала, ничего не врала. Я просто, когда там какого-то человека касалась, я просто брала, поворачивала телефон и говорила, вот, ну, как бы, это речь о тебе, да. Вы, как бы, там сами разберитесь, но сами, походу, мы не разобрались, поэтому нас пригласили на шоу. Мне звонят в пятницу, чтобы вы понимали. У меня всегда телефон на вибрации, я вообще, ну, никогда особо его не включаю, мне плевать на звук. И мне в 3.40 звонят, Яна, а ты где? Когда шоу должна начаться в 4 часа дня? Я говорю, дома. Яна, в смысле, дома? Я говорю, вы знаете, ну, как бы, мне сказали, что, это, не надо идти на шоу, поэтому я не поехала. Я собралась ровно за 10 минут и поехала на шоу-бороде напротив босса. Я думала, я умру, потому что я, ну, я не пьющий человек, я крайне редко это себе позволяю делать, потому что мне не особо доставляет это удовольствие алкоголь. И плюс я как бы, как называют, сейчас скажу, я всегда за рулем, в общем. А я, знаете, такой правильный типа водитель, нельзя пить, нельзя курить, ничего нельзя. Секреты тоже не курю, только колено. Как считаешь, чикаться в грязном туалете это нормально? Знаете, я не чикаюсь в туалетах, поэтому ответить вам не могу. Но могу сказать, что и судить людей я тоже не могу. Это не мое право, кого-то осуждать, кто где поволшебничал. А Аленка где? Она сейчас едет на маникюр, и я сейчас тоже еду к нашей любимой Олечке. Мы ходим делать только у нее. Вот, поэтому, кстати, я делала до этого опрос. Сейчас кто хочет у Олечки скидку, это очень легко организовать. Я этих новеньких никто не запоминает, там все одинаково и неинтересно. Кстати, да, знаете, я еще ее спрашиваю, ты вообще кто? Она мне говорит, я видела, когда ты лежала с больной спиной на островах. Ну что, я поздравляю, я тоже тебя видела. Потому что у меня, кстати, всегда была плазма на вечерних лобных, потому что меня никто не видел, но я видела всех и слышала всех. Потому что мне было интересно все то, что происходит там в Москве. Так я могу сказать, что она никогда не разговаривала, никогда. А тут разговаривала только потому, что Максимушка, Максимушка, ей очень нравится. Ну ничего, пусть, как бы, я ж, я не ревную к таким, как она не ревную. Как это называется? Мужчина после меня? Легко. Да, он дебил, он меня тоже это заделал. Да, блинский у меня. Так, так, так. Ой, блин. Влад пустослов. Чего я слово слушать? Влад? А при чем тут Влад, кстати? Ебаров не пишет ничего. Ой, а вы знаете, кстати, это тоже для меня очень странная такая ситуация, когда Ебаров такой, с голосом, значит, пишет о том, что все, ты наркоманка, ты еще кто-то. Ну, как бы, а когда им говорят, окей, ну, поехали, сейчас сдадим анализы. Потому что, ну, как бы, Алена знает за себя, что она никогда не употребляла. И после тогда, ну, пойдем в суд сразу. Что вы думаете, люди сделали? Люди слились. Смешно? Мне пипец как смешно, честно, потому что я никогда не понимала таких людей, которые говорят, а потом сливаются. Что это за прикол? Ты же на всю страну ее оскорбляешь, унижаешь, тогда будь готов ответить за свои слова. Нет, значит, тогда сиди молчи в тряпочку. Вот, потом еще, знаете, что мне очень странно? Честно, заколебалась уже. Мне, кстати, пишут еще про платный эфир. Я ничего не могу сделать. Я вообще, ну, как бы, я же не смотрю в Дом-2. Я думаю, что из-за того, что они сделали платный эфир, они потеряют аудиторию. Ну, прям максимально потеряют. Потому что кто захочет платить? Большая часть не хочет платить за то, что у них платный эфир. Так, короче. Друзья, я не вижу все ваши сообщения. Что-то я не поняла, с кем ты дралась. Дралась я с Аней Мордан, которая сегодня меня жестко провоцировала, но ей не удалось эту ситуацию дожать. А вот завтра, когда... Вы просто в анонсе это не видите. А завтра, когда я выйду в студию, когда она науверенных придет и сядет ко мне на диванчик, вот там будет просто жопа. Я, ну, как бы, я всегда предупреждаю. Я даю время человеку одуматься. Но, видите, он не всегда одумывается, поэтому вот как-то вот так. Так, короче, друзья, не надо посмотреть, когда я еду. Я заеду. Короче, я позже потом вернусь. Поэтому люблю вас, обожаю. И так же. У меня все, что я все, что я все, что я все.